Сразу пять объектов образования возводят в Березовском районе. Состояние дел по ним обсудили на профильном штабе под председательством главы региона Натальи Комаровой. В Игриме возводят детский сад, в Хулимсунте и Тегах образовательно-культурные комплексы. Строят школы в Березово и Приполярном. По некоторым из этих объектов еще ведутся проектно-изыскательские работы. В Тегах комплекс готов почти на 100%. Ведется пусконаладка, монтируют оборудование. В Хулимсунте готовность образовательно-культурного центра превышает 80%. В Нижневарской второй школе имени Куропаткина открывается мастерская ресайклинга. Проще говоря, мастерская по переработке пластика. Вот в этот аппарат засыпаются пластиковые крышки. Они проходят процедуру дробления и получается пластиковая крошка. Эта пластиковая крошка засыпается уже в этот аппарат, где она нагревается и прессуется формой. Сейчас это вот такие тарелочки. Есть еще кружки, ложки. Но в будущем руководство школы уверяет, что, скорее всего, будут расширять ассортимент. Как знать, возможно, в будущем вы увидите ручки, на которых будет написано Made in, школа имени Куропаткина, город Нижневартовск. Подобные мастерские уже работают в Тобольске, Дзержинске, Томске и Рязани. В Нижневартовске фонд поддержки молодых инициатив «Успех» запускает проект при поддержке Сибура. У нас проект идет с 2020 года. Нижневартовск – пятый город, в котором установлена подобная мастерская. Потому что подобных мастерских в целом в образовательных учреждениях пока нет. Наш проект в этом плане стал одним из таких передовых, в плане прикладного экопросвещения. Как отметила девушка, для многих детей сортировка пластиковых крышек – уже занимательная работа. Процесс переработки простой и не требует особых усилий. При дальнейшем развитии проекта школа номер два может стать одним из центров экопросвещения города. В принципе, единственный минус в том, что нельзя, например, сразу сделать все три вида. Например, первые восемь часов работают только тарелочки и потом уже по очереди. В принципе, аппарат очень классный. Мы это уже самостоятельно все делали, самостоятельно все закидывали, измельчали. Так что всем понравилось. Мы решаем здесь две очень важные задачи. С одной стороны, это экологическое просвещение ребят. Безусловно, это направление, которое затрагивает и практикоориентированную, и предпрофессиональную подготовку ребят. Новая мастерская, которая появилась у нас, несомненно, позволит привлечь еще большее количество учеников к решению проблем, связанных с экологией. Но и самое главное, даст такой очень хороший опыт. И узнаете, и поймете о том, что все-таки будущее нашей планеты зависит от каждого из нас. Для реализации проекта в образовательных учреждениях города установили 20 контейнеров для сбора пластиковых крышек. Потом их перевезут в мастерскую, где дети смогут сами перерабатывать пластик. Проект, конечно, шикарный. В любом случае, одно вот такое большое, хорошее дело гораздо ценнее. Там тысячи слов, которые мы будем говорить на тему экологического просвещения, экологической культуры. И, я думаю, теперь у нас появился рынок сбыта для акции «Добрые крышечки». Сырьем мы обеспечиваем эту школу точно. В будущем здесь можно производить детские игровые наборы, чашки, ложки, тарелки, блокноты и ручки. Все это может стать хорошим раздаточным материалом на городских мероприятиях. Николай Терещенко, Кирилл Никишин. Телеканал «Самотлор». Группы детских садов и школьные классы – одни из самых активных участников акции. Традиционно они сдают вторсырьё в первых рядах всем коллективам. Чаще всего малыши собирают добрые крышечки и батарейки. Их и приносят на переработку. Давай мы с тобой вот как пожмём друг другу руки за классное дело. Давай, пожмём руки друг друга. Они нас слышат, слышат, о чём мы просим, о чём мы говорим. То есть вторсырьё они приносят уже чистая, отсортированная бумага, соответственно, упакованная, правильно сложенная, завёрнутая верёвочку. То есть так, чтобы было её потом удобно транспортировать. И это очень радует, что люди готовы к этому, и в горчане готовы к сортировке, готовы мыть вторсырьё. Потому что бутылку назвать мусором я не могу. Мы с этой бутылки, например, пили воду, правильно? То есть она осталась такой же чистой, только без наполнения. И выкинуть её, ну это как бы неправильно. Это вторсырьё, которое потом превратится в какую-то новую вещь. Для каждого вида мусора приготовлен отдельный контейнер. При необходимости ребятам и взрослым подсказывают, к какому именно виду относится их материал. Многие югорчане уже не в первый раз участвуют в акции и сами прекрасно ориентируются в сортировке твёрдых отходов, а также практикуют культуру осознанного потребления. Дети с удовольствием участвуют, несут нам это всё в группу. Потом мы собираем с Мариной Николаевной и несем всё организаторам. Хочется тоже склад свой вносить в экологию нашей земли. Всё, что мы делаем, мы делаем на благо нашей стране, на нашей земле, для наших детей. И дети, смотря на наши примеры, будут также продолжать делать благое дело. Мы объясняем детям, что вещам можно давать вторую жизнь, то есть перерабатывать, не выбрасывать, а перерабатывать вещи. А батарейки нужно правильно утилизировать, что их опасно выбрасывать в обычные мусорные урны. Мы за экологию, поэтому приучаем с детства детей бережно относиться к вещам и правильно утилизировать. Идея акции по раздельному сбору отходов принадлежит городскому экоактивисту Марии Зиновьевой. К такой работе она привлекает всех, кто неравнодушен к теме экологии. Многие проявляют инициативу сами. Например, 7-летний Алексей Перов вовсе не участник, а куратор акции. Несмотря на юный возраст, школьник знает всё о правильной утилизации мусора. И не в первый раз активно помогает организаторам принимать вторсырьё. Когда мы делаем добро, это хорошо. Потому что хочу помогать. Потому что мне нечем заняться, вот я и решила. Ну что-то знаешь о раздельном сборе мусора? Сам тоже разделяешь? Ну да, разделяю. Разделяю крышки, батарейки, пакеты. Мусор тоже, если скажу. Когда вырастешь, тоже будешь таким же активистом? Да. Для всех участников акции волонтёры проводили беспроигрышную лотерею. Призами стали экологичные подарки, которые ребята с удовольствием забирали с собой. Также для гостей была организована выставка «Союзмультфильм» от Югорского музея и детская зона. Всего в таком эко-мероприятии приняли участие более 300 жителей. Как и в прошлые разы, благодаря неравнодушным активистам удалось собрать по несколько сотен килограммов различного вида мусора. Татьяна Шакирова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ. Гимназия Лангипаса на ремонте. Что сделано, а что ещё предстоит? Власти города обсудили это с педагогами и родителями учеников. Техпаспорт у нас готов. Деньги для того, чтобы СЭС провела свои замеры, выделены. На сегодняшний день заключен договор или нет? СЭС заключен. Уже договор. Идёт прокрутка здесь инсилиционного оборудования. Плюс проливка воды для того, чтобы СЭС на следующей неделе пришли, взяли пробы и дали своё заключение. По словам специалистов подрядной организации, дело осталось за малым. Основной и самый большой фронт работ уже выполнен. Капитальный ремонт 6-й гимназии Лангипаса находится на контроле не только у городских, но и у окружных властей. Основные работы по данному объекту выполнены. Ведутся работы по замечаниям, недоделкам. Единственный большой фронт работ, который остался, это устройство обшивки выхода на кровлю. Там, собственно, тоже небольшой объем работ, который мы планируем закончить в течение 10 дней. Вместе с основными недоделками. Мы планируем основные, так сказать, работы все завершить. И все инспекции у нас должны пройти уже в апреле месяце. Участники встречи обратили внимание на недочеты. Все они будут устранены. Сотрудники администрации и родители проследят за этим. Главное, чего хотят мамы с папами, чтобы их дети, начиная уже с 1 сентября, учились в комфортных условиях. Мы, как родители, очень надеемся, что мы 1 сентября все-таки войдем в эту школу, в эти просторные классы. И, наконец, закончится эта эпопея с создачей школы. Очень надеемся, потому что дети уже сами устали, родители устали. Учиться во вторую смену для нас это испытание. Уже дети бросили максимально все, что могли, все дополнительные занятия, потому что просто физически не успеваем. И радуемся тому, что скоро уже 1 сентября. Очень ждем. Очень. По словам представителя подрядной организации, сегодня все работы проводятся строго по графику. Это оставляет надежду, что 1 сентября текущего года гимназия номер 6 распахнет свои двери для учеников средних и старших классов. Валерия Ружицкая, Олег Басарыгин. Телекомпания «Лангипас». Специально для телеканала «Югра». Порядка 100 человек, посещающих фитнес-занятия индивидуального предпринимателя Екатерины Диденко, уже начали собирать чеки, чтобы получить компенсацию части потраченных средств. Сама тренер рассчитывает, что подобные меры финансовой поддержки населения поспособствуют приобщению большего количества людей к занятиям физической культуры. Ведь если сегодня у детей есть большой выбор бесплатных спортивных секций, то взрослым предлагаются в основном платные услуги. Так как у меня люди занимаются годами и посещают тренировки только по абонементу, то есть разовых посещений нет, и для них это будет какой-то бонус в конце года, когда можно ходить целый год, собирать чеки об оплате и в конце года вернуть налог. Все очень рады и многие пользуются этой услугой. Особенно выгоден так называемый вычет на фитнес для тех, кто предпочитает индивидуальные занятия. Там и суммы внушительней, и возврат ощутимей. Однако нужно помнить, что максимальная сумма расходов, по которой можно предоставить отчетность в налоговую службу – 120 тысяч рублей. Соответственно, вернуть с нее получится 15 600 рублей. Обязательно организация или то учреждение, в котором у нас налогоплательщик пользуется данными услугами, должны быть включены в перечень, который определяет Министерство спорта Российской Федерации. Данный перечень доступен, его также можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы, на сайте Министерства спорта Российской Федерации. По территории Нягони и Октябрьского района в данный перечень включены 4 учреждения на сегодняшний день. То есть налогоплательщикам уже можно сейчас, говорится, ввести накопитель своих расходов, которые они несли, чтобы по окончанию года представить налоговую декларацию и получить 13% от суммы расходов, которые были произведены в 2021 году. В реестре Минспорта сегодня четыре нягонские организации, расходы на занятия, в которых можно уменьшить за счет возврата средств налоговой службы. Это Центр спортивной подготовки, Детско-юношеская спортивная школа имени Орловского и Спорт-клубы индивидуальных предпринимателей Андрея Гилёва и Екатерины Диденко. Требования к предпринимателям в сфере спорта невеликие. Одно из них — наличие профильного образования у тренерского состава. Поэтому ожидается, что в ближайшие годы список поставщиков спортивных услуг, работающих в рамках 88-го федерального закона, значительно расширится. Ряд ограничительных мер продолжает действовать в Югре. Об этом напомнили на региональном оперативном штабе. Заседание провела губернатор округа Наталья Комарова. Так, до 31 марта приостановлена работа детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений. Продлен запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера. Исключение события официально организованы органами госвласти или муниципалитетами. И мероприятия с численностью участников до 50 человек. Маленькая Саша родилась в Междуреченском, а ее старшие сестры в украинской Горловке. Этот шахтерский город сегодня часто звучит сводки обстрелов и разрушений на Донбассе. Семья у нас достаточно большая. У нас 9 человек. Папа, мама, бабушка и шестеро дочерей. Приехали мы в Югру в 2014 году. И уже почти 8 лет живем здесь. Учимся, работаем. Мы очень любим Украину и украинский язык. Я по образованию учитель украинского языка. Вот это была моя мечта с детства. Я, что называется, патриот своей страны до определенного момента пыли. До того момента, пока мы в 5 утра не начали просыпаться от того, что раздаются взрывы, и ты не знаешь, что тебе делать. Семья Колодяжных почти 8 лет живет в Кандинском районе. Алексей и Ольга покинули родину в поисках более спокойной жизни и безопасности для своих детей. На тот момент в семье подрастали 5 дочерей, младший из которых исполнился всего год. В России они искали спасения от всего того, что им пришлось пережить на родине. Это был выходной день. В пяти часов утра еще не было. Было авианалет на РОВД. Тогда погибли люди. Здание было разрушено. Не полностью, но... Скажем так, одного этажа там уже не было. Второго. Посередине умерло. И когда мы днем поехали в ту сторону, то там просто обломки деревьев на дороге валялись. Ну, в общем, как-то... Очень страшно, да. Очень страшно было отпускать детей в школу. Мы жили на поселке. Школа наша находилась в центре города. Вот муж тоже работал в центре города. И невозможно прожить день, не думая каждую минуту о том, что там происходит. Вот как у нас проходила сбора в школу. Папа на машине отвозит детей, а я договариваюсь с одной из мамочек, одноклассницы, старшей дочери, что если вдруг что-то случится, она забирает к себе моих детей, и они прячутся в подвале. И там уже будем думать, как мы будем забирать своих детей. Вот так вот каждый день. Мне кажется, так жить просто нельзя. Когда, если раньше летит самолет, поднимаешь голову вверх, смотришь на след, да, любуешься этим всем, а потом летит самолет, а у тебя все сжимается внутри, и ты думаешь, где ближайшее убежище, куда мне деться, как всех собрать, где сейчас что произойдет. И мы когда сюда приехали, наши дети были приучены к тому, что при звуках самолета или вертолета нужно бежать в подвал. Вот такие обстоятельства заставили колодяжных сменить место жительства. Конечно, обустройство на новом месте дело всегда хлопотное. Вдвойне, если ты гражданин другой страны. Но на югорской земле их приняли очень тепло. Сразу нашлись люди, готовые помочь и поддержать. Первое время жили в съемной квартире. Сейчас у колодяжных жилье по договору коммерческого найма. Они получили гражданство Российской Федерации. Оставив почти все вещи в горловке и полностью пересмотрев свои взгляды на быт, Ольга и Алексей в России начали жизнь с чистого листа. Девочки пошли в детский сад и школу, а сегодня в их семье уже три студентки, старшие из которых учатся в Екатеринбурге. Глава семейства Алексей устроился инженером-программистом в районную больницу. Ольга ведет активную работу в общественной организации многодетных семей Кандинского района «София». Мама Алексея, Лариса Николаевна, теперь тоже россиянка и живет вместе с детьми в тишине и спокойствии. Здесь спокойно, вот они спокойно ходили в школу, спокойно отучились, поступили. Жизнь наладилась, вот старшая дочь вышла замуж. Как бы все это происходило там, куда бы они пошли учиться. Конечно, все планы, все, что было, не осуществилось. Но я думаю, это к лучшему. Вообще Родина там, где спокойно твоей душе и твоей семье. События, которые сегодня развиваются на Украине, не оставляют равнодушными никого из нас. Безусловно, колодяжные внимательно следят за тем, как проходит специальная военная операция. Болью в сердце отзываются у них кадры очередных разрушений или сводка новых обстрелов родного края. Обидно и непонятно, почему правительство Украины так относится к своим же гражданам. В Донецке и Луганске у Ольги и Алексея остались близкие люди. Чья бы сторона не страдала, где бы ни происходили взрывы, в Донецке, в Киеве, это очень страшно. И чем быстрее это все закончится, тем лучше. Все к тому, что война это очень плохо. И если есть возможность ее прекратить, мне кажется, Россия все-таки не зря заступилась за ДНР и ЛНР. Мы надеемся, что благодаря вот этому вмешательству все-таки закончится война и наступит мир. Я преодолел такой путь из Нижнемартовского в Москву, чтобы просто отстоять, чтобы тренер опять выглазил полотенце. И я уже дрался, несмотря ни на что, несмотря на свой страх. Откуда олимпийский чемпион берет мотивацию для того, чтобы продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях. Секретом своего успеха спортсмен поделился с жителями города и юными тэквондистами школы Олимпийского резерва. Когда я пришел только в тэквондо, в шестой класс, у меня было две тренировки в день. В 6.30 утра перед школой и в 17 вечера после школы. Я тренировался так, чтобы когда я пришел на соревнования, я понимал, что на тренировках я пахал. И я два раза сильнее этого парня, который выходит против меня. Первый в истории российский тэквондист, выигравший олимпийское золото. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России. И это не предел, признается спортсмен. Следующая цель Максима стать первым в мире трехкратным олимпийским чемпионом по тэквондо. Не придумайте себе идолов. Не говорите, что вот я хочу быть как Максим Хромцов. У вас есть свое имя, своя фамилия. Хотите быть собой, быть лучше, чем я. То, что они слышат из моих уст, это одно, как из уст тренера, но то, чтобы олимпийский чемпион подтвердил, что действительно для того, чтобы добиться больших высот и каких-то высоких достижений в профессиональном спорте, здесь нужна работа, работа, еще раз работа. Независимо от пола, независимо от возраста. Я считаю, что нужно проводить такие встречи. После Олимпиады у нас еще не было встречи с тэквондистами, и она обязана была пройти. Я очень давно этого хотел. Сейчас, благо, позволяет обстановка с эпидемией провести такое мероприятие. Хоть и не полного масштаба, могло быть еще больше людей, но сколько смогло, столько пришло. Я пообщался с детьми, с родителями, с тренерами. Может, где-то мои слова как-то направят спортсменов, тренеров, родителей на правильное русло. После общения все желающие могли сфотографироваться с олимпийским чемпионом и подержать в своих руках золотую олимпийскую медаль. А за самый лучший вопрос спортсмен вручил Мишку, юной тэквондистке школы олимпийского резерва. Прекрасно. Пойдем. Друзья, давайте поаплазируем. Живое общение. Оно ничем не заменимо. Они должны понимать, что это простой, очень обычный человек, и что все в их руках, что они могут добиться такого же, занимаясь непосредственно в этом зале в арене, в городе Нижневартовске. Беседа очень прошла такой хорошей, доброй, семейной, искренней такой в форме. Лично мне очень понравилось. А также спортсмен поделился планами на будущее. После завершения карьеры Максим хотел бы заняться развитием тэквондо в Нижневартовске. Андрей Мурга, Ирика Бдугани, в телеканал «Самотвор». Вместо чумов и маленьких избушек здесь красуются достаточно современные дома. Работает магазин, имеется вертолетная площадка, что позволяет в любое время года выбираться в Белоярский. А главный транспорт для передвижений уже не олени, а снегоходы. И тем не менее, история национальной деревни – это яркая летопись самобытной культуры, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов севера. «Нумто – такое же село, как тысячи других. Затеряно в огромной тундре, но все же на те другие вовсе не похоже. И свой особенный имеет лик. Прекрасно здесь и летом, и зимой. Прозрачный воздух, небо голубое. Наше Нумто – село родное с нелегкой, удивительной судьбой». Совсем рядом с деревней расположено одноименное озеро. И природный парк. Это место считается священным. В окрестностях ведется добыча нефти компании «Сургутнефтегаз». Компания и жители национальной деревни тесно взаимодействуют. Большинство жителей в ней трудоустроены. Это отличная возможность совмещать традиционный образ жизни с заработком. Поздравить всех живущих на этой самобытной, богатой традициями земле приехала большая делегация гостей. Среди них и глава Белоярского района. Сергей Маненков вручил по 100 тысяч рублей на развитие визит к центру природного парка Нумто и Сельскому дому культуры. Кроме этого, глава района отметил благодарственными грамотами жителей деревни и оленеводов. Отметили и методистов по экологическому просвещению природного парка Нумто за многолетний труд и большой вклад в дело сохранения природы. Наталья Ивановна родилась в Нумто, продолжает жить и трудиться на родной земле и трепетно относится к своей культуре и традициям. И посмотрите, какие у нас узоры. Они у нас, как бы они сохранились. Как раньше, да? Да, как раньше. Как говорят. Нельзя терять то, что нам передали. Оленеводство – это неотъемлемая часть жителей деревни. И поэтому не случайно юбилейным Нумто здесь отметили ярким событием – национальным праздником День оленевода. Вот только подготовиться в этом году гонкам оленеводам как следует не удалось. Оленеводы состязались в трех видах гонок – на рысь, на мах, стоя на нарте. Спонсором праздника выступил Пао Сургутнефтегаз. Главный приз соревнований – это снегоход «Буран». По итогам состязаний его обладателем и абсолютным чемпионом этого года стал Александр Пяк. Анастасия Бокова, Дмитрий Слепенков, деревня Нумто, Белоярский информационный центр «Квадрат». В Нефтьюганске прошли первые соревнования по зимнему плаванию. Приехали участники из разных муниципалитетов округа. Несмотря на поблажки погоды, не все решаются на подобный заплыв, даже на самую маленькую дистанцию. Некоторые спортсмены говорят, моржевание – это сплошные минусы. И действительно, лишние килограммы, болезни, дурные привычки, плохое настроение – все это уходит при занятиях зимним плаванием. Многие не верят, но все здоровье кардинально поменялось, отношение в жизни поменялось. В плане алкоголя уже не пью. В этой весной будет уже год. В плане здоровья все заболевания, даже простудные, легкие, и намного быстрее переносятся. Две дистанции от 25 до 300 метров. Чтобы на них успешно выступить, необходимы постоянные тренировки. Вообще, тренировки у меня проходят и в бассейне, и вот в воскресенье это на открытой воде, потому что без техники плавания невозможно выйти на открытую воду и посоревноваться. Да, можно просто развлекаться, но не соревноваться. Но прежде чем начать заниматься зимним плаванием, необходимо проконсультироваться у врача. Возраст ограничением не является. Из всего того, что я читала и из опыта наших моржей и коллег других клубов, в основном, если у людей небольшие какие-то отклонения, наоборот, прорубь помогает стабилизировать давление, улучшить кровообращение, проходят головные боли, перестают болеть суставы. Моржевание это хороший способ укрепить свое здоровье, но начинать всегда следует с малого. Физические упражнения, закаливание и плавание в бассейне. Подобные зимние соревнования планируют устраивать каждый год.